здравствуйте уважаемые друзья с вами я зара годлива и вы на канале zara immigration сегодня мы с вами будем говорить про то что у нас появилось на сайте госдепартамента и наверное многие из вас уже поняли что это касается вакцины от ковид 19 значит вы уже в курсе того что начиная с 1 октября если вы будете получать иммиграционную не иммиграционную визу или же если вы будете делать свою смену статуса внутри соединенных штатов то вам нужно получить вакцину от ковид 19 у меня есть несколько видео на эту тему где я рассказывала о том какие именно вакцины будут приниматься и мы также с вами уже говорили о том про инструкцию с с что именно они там писали я вас приглашаю перейти к этим видео если вам интересно посмотреть и потом уже вернуться к этому и так у нас на сайте госдепартамента появилась вот такая новость 1 октября 2021 года и вот что они пишут начиная с 1 октября 2021 года на основании технической инструкции центров по контролю и профилактики заболеваний cdc будет требовать чтобы все заявители на иммиграционную визу все заявители на кей визу она нам известна как виза жениха и невесты и заявители на не иммиграционную визу которые проходят медосмотр получили полную серию вакцин от ковид 19 в рамках их медосмотра до выдачи визы до выдачи визы cdc требует чтобы вакцина от ковид 19 была одобрена либо всемирной организации здравоохранения либо управлением по контролю за продуктами и лекарствами сша здесь его называют fda как я уже сказала перейдите к тем видео где я рассказывала на сегодняшний день воз одобрил у нас только 7 вакцин поэтому можете перейти туда также они госдепартамент пишут о том что освобождение от вакцинации ковид будет применяться в тех странах где вакцина обычно недоступна или когда вакцина не подходит по возрасту государственный департамент призывает всех иммигрантов подающих заявление на получение визы и других лиц проходящий медосмотр как можно скорее пройти вакцинацию от ковид 19 чтобы не столкнуться с задержками в оформлении визы и так друзья к сожалению я знаю что многие против вакцинации но если если вы не будете отвечать их требованиям есть вероятность того что вы либо не получите свою иммиграционную не иммиграционную визу или же вы не сможете получить свою грин карту но опять-таки повторюсь что есть там несколько требований которые освобождают вас и плюс вы можете запросить освобождение от вакцины на основании например религии или ваших философских взглядов и если вы сможете это доказать то вы вас освободят от этого но к сожалению если вы не сможете доказать вы не сможете получить свою иммиграционную или не иммиграционную визу кто ставил себе вакцину спутник этой новостью со мной поделилась одна из моих подписчиц и вот что здесь пишут итак 2 октября все барьеры для признания российской вакцины против коронавируса спутник в всемирной организации здравоохранения ввоз в настоящий момент устранены заявил в субботу глава минздрава рф михаил мурашка по словам министра для рассмотрения заявки на одобрение компании заявителю необходимо завершить некоторые административные процедуры я думаю что скоро спутник также появится в списках ввоз и те люди которые уже получили им не нужно будет как бы получать вторую вакцину как они рекомендовали надеемся на лучший как бы исход всех этих событий и желаю вам всем скорейшего получения визы и скорейшего въезда в соединенные штаты с вами была zara всего самого доброго пока ваше выигрыша